Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя лекция будет посвящена современным представлениям о введении прикорма детям первого года жизни. Но вначале, позвольте представиться, я, Боровик Татьяна Дарвина, заведую отделением питания здорового и больного ребенка. И с большой радостью хочу вас информировать о том, что в этом году отмечается пятилетие со дня создания национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни. Наша программа была утверждена на 17-м съезде педиатров России. Это основополагающий документ для педиатров. В этом документе собраны самые последние сведения о питании детей. Мы обобщили данные наших зарубежных коллег, полученные с позиции доказательной медицины, наш отечественный опыт. И получилась вот такая программа, которую вы видите на бумажном носителе. Авторами программы были ведущие российские ученые. Это и сотрудники кафедр, это научные сотрудники, это врачи, организаторы здравоохранения. Руководителями нашей программы были два академика. Директор института питания Виктор Александрович Тутильян и директор научного центра здоровья детей Александр Александрович Баранов. Цель нашей программы, я думаю, очень значимая, знаковая. Это рационализация питания детей первого года жизни как один из ключевых подходов к улучшению состояния здоровья детского населения Российской Федерации. Какие же предпосылки были к созданию национальной программы? Но, к сожалению, в нашей стране относительная низкая распространенность грудного вскарния. Питание беременных женщинокормящих матерей оставляет желать лучшего. Много проблем в организации искусственного вскарния. Широкая распространенность алиментарно зависимых заболеваний. И вот в последнем моменте большое значение имеют ошибки и нарушения при введении прикорма. Надо сказать, что наша старая схема, которой мы пользовались до сих пор, она была изложена в методических рекомендациях номер 225-99 года, и мы всю эту схему уже подзабыли. Но хочу вам напомнить, что раньше у нас прикорм водился строго по возрасту, начиная с трех месяцев. Сначала шел сок, потом фруктовое пюре, творог, овощное, пюре, каши и так далее. Конечно, эта схема морально устарела, конечно, нужно было ее менять. Но для того, чтобы посмотреть, как же эта схема используется, как она действует, и какие нужны изменения, проводятся эпидемиологические исследования. Вот такое исследование состоялось в 2006 году. В семи регионах России обследовался характер питания детей. И что оказалось? И вот вы видите, что рекомендовалось начинать введение прикорма с трех месяцев, а уже в три месяца 10% детей получали кашу, уже дети получали кефир, фрукты. А в 8 месяцев, когда дети должны были бы получать все виды прикорма, к сожалению, этого не происходило. И вот на день осмотра этих детей 40% детей не получали фрукты, мясо получало только половина процентов обследованных детей. Очень важно в современных позициях использовать в питании детей продукты промышленного производства. Что же получилось в нашем исследовании? Продукты промышленного производства получали только от 20 до 30% детей. Надо сказать, что продукты промышленного производства – это экологически чистые продукты, которые обогащают различными факторами, в которых нуждаются дети, это микронутриенты. И эти продукты обязательно по рекомендациям ВОЗ должны использоваться в питании детей первого года жизни. Но если продукты промышленного производства используются еще недостаточно широко, зато наше любимое коровье молоко и кисломолочные неадаптированные смеси, как мы видим на данном слайде, используются очень широко. И даже уже с двухмесячного возраста в питании отдельных детей используются коровье козье молоко, кефир, йогурт, достаточно рано вводится творог, ряженка. Конечно, молочные продукты – это очень хорошие продукты для нас с вами, для взрослых людей, для детей первого года жизни. Это огромный источник белка, огромный источник солей. И при использовании неадаптированных молочных продуктов питания детей первого года жизни появляются высокие риски развития и анемии, и метаболического синдрома в дальнейшем, и дизметаболических расстройств, и, конечно, аллергии к белкам коровьего молока. И все те нарушения, о которых я вам сказала, еще раз позвольте напомнить, это недостаточное потребление мяса, овощей и фруктов, низкое потребление продуктов промышленного производства, специализированных каш, обогащенных микронутриентами, детских мясных консервов, широкое использование неадаптированных молочных продуктов, это цельное коровье молоко, раннее их введение и необоснованное вытеснение грудного молока. Конечно, негативно влияет на рост и развитие детей, на обеспеченность их микронутриентами, в первую очередь железом, цинком, и создает высокий риск развития элементарно-зависимой инфекционной патологии, и, конечно, нарушается формирование мозга зрительного анализатора. Какие же основные вопросы возникают в связи с проблемой прикорма? Ну, конечно, недостаточная информированность врачей и родителей об адекватном назначении прикорма, у родителей возникают различные опасения в связи с введением прикорма. Вообще, понятие прикорм сейчас, взгляд на него изменилось. И, конечно, обоснование необходимости введения прикорма, может быть, прикорма не нужен. Конечно, очень важно определить сроки введения первого прикорма при исключительно грудном вскармении, здоровым детям, при алиментарно-зависимых заболеваниях, пищевой непереносимости, пищевой аллергии, наследственной патологии. Конечно, обязательно необходимо уточнить очередность введения продуктов прикорма, и очень важен качественный состав этих продуктов. Откуда берут наши родители знания о введении прикорма? И те исследования, которые мы проводили, обследовали и опрашивали мы врачей, вот 80-90% родителей, как считают наши врачи, имеют информацию о введении прикорма именно от нас, от врачей. И специалисты-нутрициологи обследовали родителей. Был проведен такой социологический опрос о том, откуда они, где они черпают знания о введении прикорма. И, в общем-то, большинство родителей сказало, что исключительно из средств массовой информации, и в первую очередь из интернета. Какие же опасения у родителей возникают в связи с введением прикорма? Конечно, мамы боятся, что появятся или усилятся аллергические высыпания на коже, может быть, разовьются какие-нибудь симптомы непереносимости продуктов, появятся или усилятся метеоризм, колики, может быть, расстройство стула, может быть, диарея, может быть, запор, может быть, появится срыгивание, может быть, вообще пище не понравится ребенку, и он не будет ее принимать. И вот, действительно, родители обращаются к интернету, и вот два примера материнского общения. Вот одна мама начала вводить прикорм ребенку с трех месяцев, сейчас ребенку шесть месяцев, и вы видите, какое разнообразное питание имеет ребенок. Мама довольна питанием, и к восьми месяцам уже планирует ребенка переводить на общий стол. Хотя сейчас по нашим новым правилам и нормам общий стол, то есть семейный стол, ребенок может получать его не ранее двух-трех лет. А вторая мама вторит, и у нее совершенно другой подход. Она говорит о том, что до года и четырех месяцев кормила дочь только грудным молоком, не хотела вводить прикорм, потому что ребенок его не ел, и если бы не запора у малышки, то она не беспокоилась. А ведь и мать говорит о том, что в развитых странах, во многих странах, и до двух лет прикорм не нужно давать, особенно на грудном скарнии. Но вот на этом мы остановимся более подробно. А хотелось бы начать с определения понятия прикорм. Вот Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что прикорм – это любая пища или жидкость, кроме грудного молока. Европейские наши коллеги и американские говорят о том, что прикорм – это любая твердая или жидкая пища, кроме грудного молока и детской молочной смеси. В нашей стране сейчас существует такое понятие прикорм, которое представлено на данном слайде. Это продукты питания для детей первого года жизни, вводимые в их рацион в качестве дополнения к женскому молоку, адаптированным молочным смесям, и произведенные из продуктов животного и растительного происхождения, с учетом возрастных физиологических особенностей детей. То есть наше определение прикормом близко к европейским и к американским. И вот возникает закономерный вопрос. Может быть, прикорм и не нужно вводить детям второго полугодия жизни? Ну, конечно, прикорм вводить нужно, потому что ребенок к концу первого полугодия, к началу второго полугодия жизни растет активно, его вес практически удваивается или даже больше увеличивается, ребенок вырастает на 10 сантиметров и более. И он для этого, для такого активного роста, ребенок нуждается в белке, в микронутриентах, прежде всего железе, цинке, кальция, витаминах. Вот. А если не будет поступать достаточное количество, а женским молоком уже к этому времени недостаточно идет поступление, то какие возникают моменты, какие риски? А возникает риск развития дефицита макро- и микронутриентов, а также энергии. И получая прикорм, с другой стороны, ребенок уже начинает тренировать и развивать свою пищеварительную систему, жевательный аппарат, стимулирует моторную активность кишечника. Получая прикорм, уже у ребенка вырабатываются навыки здорового питания, формируются адекватные привычки, и постепенно ребенок социализируется и может переходить, как мы с вами сказали, уже к концу первого года жизни на семейный стол. Какие же рекомендации по организации прикорма наших коллег, которые мы должны принять и приняли для составления новых отечественных подходов к ведению прикорма? Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что ребенок должен находиться на исключительно грудном вскарне до 6 месяцев, и в это время, за 6 месяцев, все потребности ребенка, как в основных нутриентах, так и в микронутриентах, за счет грудного молока обеспечиваются. Однако, наши коллеги из ВОЗа говорят о том, что при определенных обстоятельствах может возникнуть дефицит в микронутриентах, и поэтому прикорм может вводиться раньше. Наши коллеги из Европейского общества гастроэнтерологов, гипотологов и нутрициологов, и такого же общества американского, говорят о том, что да, нужно стремиться к грудному вскарне в течение приблизительно 6 месяцев, но прикорм нельзя вводить ранее 17 недель и позднее 26 недели жизни. Если мы переведем на близкие нам понятия, то прикорм нельзя вводить ранее 4 месяцев и позднее 6 месяцев. Предпочтительно единая рекомендация по введению прикорма для детей на грудном и искусственном вскарне. У нас до нынешнего времени существовали две схемы вскарне. Очень важно прописан пункт в рекомендациях, что с прикормом ребенок должен получать 90% рекомендуемого железа в биодоступной форме. Коровье молоко нежелательно вводить в питание детей до 1 года. Очень важно просчитать и посмотреть физиологическое созревание ребенка и сроки введения прикорма. Что опять-таки говорит нам Эбзган? Говорит о том, что функция почек и пищеварительной системы в достаточной мере созревает к 4 месяцам жизни у детей, и доношенных, и дети уже могут нормально воспринимать продукты прикорма. И вот 4 месяца – это отправная точка, когда мы можем с вами безопасно вводить прикорм ребенку, но 4 месяца – это совсем не обязательный срок, когда мы должны его начинать. Возраст формирования моторных навыков, необходимых для безопасного кормления продуктами прикорма, широко варьирует. Поэтому сроки введения прикорма определяются психомоторным развитием ребенка, в том числе созреванием рефлекторных механизмов, регулирующих проглатывание густой пищи. Поэтому моторные навыки, как мы сказали, широко варьируют, и они в большей степени определяют сроки введения прикорма. Значит, мы с вами определились. Где-то от 4 до 6 месяцев прикорм вводить безопасно и, в общем-то, необходимо. Что говорят данные ВОЗа и что говорят данные наших зарубежных коллег, что происходит в действительности. Если мы посмотрим на эту табличку, то мы видим, взяты разные страны разных континентов, и средний возраст введения прикорма где-то от 5 до 6 месяцев. Но колебания введения прикорма мы видим от 1 месяца до 7,5 месяцев. То есть широкий диапазон возрастных моментов, когда вводятся продукты прикорма. А на рисунке мы видим, было проведено обследование в 5 развитых европейских странах. Там рекомендации Эбсгана соблюдаются очень строго. На основе этих данных составлены свои собственные рекомендации. И тем не менее, 37% детей на искусственном скарне и 17% детей на естественном скарне получают прикормы ранее 4 месяцев. Какие же сроки введения прикорма нам нужны и на чем мы должны с вами основываться для того, чтобы ввести прикорм ребенку безопасно? Конечно, мы должны продумать о риске развития инфекционных заболеваний, не будет ли появления инфекции при введении прикорма, не разовьются ли аллергические заболевания, не появится ли избыточная масса тела, и не будет ли дефицит микронутриентов и в первую очередь железа, когда мы будем с вами вводить прикормы в ранние сроки. Итак, влияние сроков введения прикорма на развитие инфекционных заболеваний. Да, риск развития инфекционных заболеваний при введении прикорма есть определенный, конечно, и он прежде всего имеет место быть в развитых странах. Я хочу сказать, что в Российской Федерации инфекционных рисков при введении прикорма у нас нет. Что же происходит в африканских странах и в зиатских странах, слаборазвитых? Действительно, дети подвергаются влиянию воздействию болезнетворных микроорганизмов, которые могут присутствовать как в продуктах питания, так и в жидкостях. То есть в той воде, в которой будут разводиться продукты питания, они могут действительно быть заражены, увеличивается риск развития диспептических заболеваний и риск развития недостаточности питания. То есть, да, повторяю, инфекционные риски есть, но они в слаборазвитых странах. Что же происходит в развитых странах? Вот здесь, на примере Великобритании, учеными было обследовано 16 тысяч детей первого года жизни, и прикормы детям вводили в интервале от 4 до 6 месяцев, но брали крайние точки в 4 и в 6 месяцев. Дети были на грудном или искусственном вскарне, и учеными не было выявлено существенного повышения риска госпитализации по поводу острых респираторных вирусных инфекций. Острых кишечных инфекций в группе детей, которые получали прикорм. Но достоверно выше заболеваемость была, если дети находились на искусственном вскарне, заболеваемость различными инфекциями. Следующий момент. Влияние сроков введения прикорма на развитие аллергических реакций. Для того, чтобы вводить прикорм, нужно действительно выявить сроки, как они влияют на развитие аллергических реакций. И было установлено, что введение прикорма до 12-недельного возраста ребенка, до 4 месяцев, существенно повышает риск развития пищевой аллергии у детей, которые находятся в группе риска, то есть у детей с отягощенным аллергоанамнезом. Снижаются значительно риски, если прикормы вводят после 4-месячного возраста. Но, казалось бы, чем позже вводим прикорм, тем лучше, тем меньше риск развития аллергии. Но этой закономерности не получилось. И оказалось, что введение прикорма детям после 6-ти месяцев не предотвращает развитие пищевой сенсибилизации и атопического дерматита. И, наоборот, тем самым позднее введение прикорма усиливает сенсибилизацию к пищевым антигенам. И это чаще всего как раз наблюдается при позднем введении прикорма. И вот отсроченное введение прикорма после 6-ти месяцев и развитие аллергии. Что же оказалось? Обследовано более 5-ти тысяч детей. И эти данные представлены на слайде, который вы видите. И оказалось, что если прикормы вводят после 6-ти месяцев, а это касается и глютен, содержащих каш, это касается и картофеля, и мяса, и рыбы, И вот это позднее введение прикорма существенно увеличивает риск развития сенсибилизации к пищевым аллергенам и даже к респираторным аллергенам. И сейчас считается так, что даже более позднее введение прикорма является большим риском развития аллергии, нежели введение прикорма в 4 месяца. Очень интересная работа была проведена нашими зарубежными коллегами, которые изучали влияние сроков введения глютен, содержащих каш, на выработку аутантител, характерных как для целиакии, так и ассоциированных с диабетом 1-го типа. Наблюдались дети из группы риска по целиакии, наблюдались здоровые дети. И на данном слайде вы видите, что если дети прикорм получали в интервале 4-6 месяцев, то и дети из группы риска по целиакии, и дети здоровые, то оказалось, что выработка соответствующих аутоантител у них был гораздо ниже, чем и уже сенсибилизация, а потом и, как говорится, реализация заболеваний, гораздо ниже, когда они получали прикорм в интервале от 4 до 6 месяцев. Если вводились прикормы ранее 4 месяцев или позднее 7 месяцев, мы видим, как этот риск существенно увеличивался. И в этих исследованиях было подчеркнуто тот факт, что грудное вскармение в период введения прикорма злаковых значительно снижало появление к ним антител. То есть введение прикорма целесообразно и даже необходимо вводить на фоне грудного вскармения. И таким образом формируется определенный интервал, так называемое критическое окно для формирования толерантности, индукции толерантности. И как раз мы видим, что это окно от 4 до 6 месяцев. То есть если мы будем вводить прикорм в интервале от 4 до 6 месяцев, то риск развития аллергии в дальнейшем должен снижаться. Почему же это происходит? С чем связано? Это связано в первую очередь тем, что к этому сроку уже сформирован состав кишечной микрофлоры, в котором преобладают бифидобактерии. Уже функциональное состояние почек и органов желудочно-кишечного тракта готово к усвоению здоровыми детьми прикорма. Значительно снижается изначально повышенная проницаемость кишечника. То есть, в общем-то, создаются все такие факторы для благоприятного введения прикорма. Еще один риск, который возможен при введении прикорма, это введение прикорма и риск избыточной массы тела. Как же, может быть, если мы будем вводить прикорм, то дети начнут у нас очень активно прибавлять весе. Но этого не происходит. Опять-таки, я ссылаюсь на самые последние работы наших зарубежных коллег, которые пронаблюдали более 10 тысяч детей. Им вводили прикормы от 4 до 6 месяцев в этом интервале. Дети были на грудном вскарне, дети были на исключительно грудном вскарне, дети были на искусственном вскарне. И не было выявлено различий в соотношении индекса массы тела в зависимости от возраста введения прикорма. И смотрели на скорость роста, и даже исследовали состав массы тела ребенка. И повторяю, что не было выявлено закономерности между сроками введения прикорма и формированием избыточной массы тела. Вот еще одно исследование, которое было проведено в Великобритании. И тоже не было выявлено взаимосвязи между возрастом введения прикорма и развитием ожирения в дальнейшем. Однако ученые подчеркивают, что раннее введение прикорма до 4 месяцев приводило к повышению индекса массы тела у детей. Поэтому еще раз подчеркиваем, что введение прикорма ранее 4 месяцев небезопасно в плане формирования избыточной массы тела. Очень важный момент, очень важный фактор – влияние сроков введения прикорма на риск развития дефицита микронутриентов и, прежде всего, конечно, железодефицитной анемии. И это касается, опять-таки, прежде всего детей, которые находятся на грудном вскарне. И понятно, что с грудным молоком ребенок должен получать все пищевые вещества для своего адекватного роста и развития. И, конечно, это в первую очередь касается микронутриентов, это витамины, это минеральные вещества. Конечно, женщина беременная и кормящая отдает все свои накопленные и содержащиеся в ней микронутриенты для того, чтобы ребенок был обеспечен. Но насколько обеспечены сами беременные и кормящие женщины? И вот данные института питания, они были проведены не так давно, показали, что только 10% беременных женщин и кормящих матерей полностью обеспечены витаминами и минеральными веществами. А в конце беременности практически у большинства женщин имеет место дефицит железа, и при этом у одной трети из них развивается железодефицитная анемия. То есть, если мама или будущая мама не обеспечена такими важными микронутриентами, как же она обеспечит ими своего ребенка? И вот мы провели такие интересные подсчеты, были проведены расчетные данные по обеспечению возрастных потребностей ребенка от 5-6 месяцев на грудном скарне находящихся в макро- и микронутриентах. Ну, примерно в это время ребенок получает литр грудного молока, мы примерно знаем, сколько содержится в нем микро- и макронутриентов, и что же оказывается? Оказывается, что если ребенок на грудном скарне получит литр материнского молока, то количество белка, жира, углеводов, калорийность рациона будут соответствовать, в общем-то, физиологическим нормам. Посмотрите, какие дефициты ребенок испытывает в железе, в цинке, в кальции, в фосфоре, если он получает только одно материнское молоко в этом возрасте. Опять-таки обратимся к данным наших зарубежных коллег о влиянии сроков введения прикорма на риск развития дефицита железа. Проведена масса работ с позиции доказательной медицины, которые показали, что более длительное исключительное грудное скарне ассоциировалось, к сожалению, с риском дефицита железа во втором полугодии жизни. Очень интересные исследования были проведены в Исландии, где было отмечено, что при введении прикорма 4 месяцев на грудном скарне сыворочный ферритин, а это показатель обеспеченности железом, депо железа был значительно выше, если прикорм вводили 4 месяцев. В Корее наблюдалось около 450 здоровых детей в возрасте от 6 до 24 месяцев. И дети находились на грудном скарне в течение 6 месяцев. И был сделан вывод о том, что вот такое длительное присутствие только грудного молока в питании ребенка значительно повышает риск дефицита железа по сравнению с искусственным скарнем. Потому что наши современные молочные смеси содержат достаточное количество железа в своем составе, а в грудном молоке уровень железа, вот мы с вами знаем, что варьирует от содержания железа в организме женщины. И вот был сделан такой вывод, очень действительно непонятный, но важный, что введение прикорма после 6-месячного возраста значительно повышает риск развития дефицита железа. А введение прикорма на грудном скарне до 6 месяцев может быть полезным, говорят, как эти ученые, для улучшения статуса железа к концу первого года жизни. И вот, принимая во внимание наши собственные данные, данные наших зарубежных коллег, мы в нашей национальной программе сформулировали рекомендации по срокам введения прикорма детям на естественном скарне. Мы говорим о том, что да, дети могут получать прикорм, как рекомендует ВОЗ, 6-ти месяцев, но ставим определенные условия. Для этого ребенок должен родиться в срок, то есть быть доношенным, здоровым, должен родиться с нормальным весом и ростом. К 6-ти месяцам он должен быть практически здоров, он должен иметь адекватные показатели физического и нервно-психического развития. Очень важно, чтобы течение беременности матери было физиологическим, потому что мы знаем, что после у женщин, которые перенесли гистозы, значительно снижается в грудном молоке уровень как макро- так и микронутриентов. Кормящая мама должна быть здоровая. И, конечно, кормящая женщина должна получать специальные витаминно-минеральные комплексы для кормящих матерей, и сейчас существует масса специализированных продуктов для беременных кормящих матерей, которые улучшают их нутритивный статус и которые улучшают состав грудного молока. Только при таких условиях грудное вскарне может продолжаться до 6 месяцев без введения прикорма. Очень такой интересный вопрос. И очень боятся наши врачи и мамы того, что введение прикорма скажется на лактации, на ее продолжительности. Но что говорят нам ученые Швеции? Провели очень интересное показательное и доказательное исследование. Была взята точка И, точка Х, это вот стрелочка красная, и прикорма вводили детям от 4 до 6 месяцев. И смотрели, как влияет прикорм и как влияет докорм на лактацию. И оказалось, что если ребенок получает прикорм, это зеленая, мы видим линия, то практически, когда бы мы его не назначили в 4 или в 6 месяцев, это совершенно практически не влияет на лактацию. Как только мы ребенка начинаем докармливать, мы видим, что в течение последующих 12 недель резко лактация снижается и даже прекращается. Поэтому мораль, что введение прикорма практически не действует на лактацию, и мы, в общем-то, можем не бояться его вводить ребенку. Что у нас получается? Действительно, какие же оптимальные сроки для введения прикорма? И вот те 4-6 месяцев, они являются основополагающими. В это время, в этом интервале активность ферментов уже достаточно высокая, снижается проницаемость, которая была очень высокой на первые месяцы жизни, для того, чтобы ребенок получал с грудным молоком все те необходимые уникальные компоненты, уже установилась микрофлора, ребенок готов уже его психомоторное развитие к усвоению твердой пищи, и он оптимально ее воспринимает, и в это время в определенной степени введения прикорма снижает риск развития железодефицитной анемии, и развивается, формируется пищевая толерантность. Но что же будет, если мы будем рано вводить прикорм или поздно? Мы видим, тоже определенные риски существуют, что если рано вводим прикорм до 4 месяцев, значительно повышается частота диспептических нарушений, аллергических реакций, дисбиотических нарушений, действительно необоснованно вытесняется из питания ребенка материнское молоко или детская молочная смесь, резко стимулируется активность ферментов желудочно-кишечного тракта, увеличивается риск развития сахарного диабета, появляется установка на избыточное питание, и возникает риск ранней манифестации целяки. А если поздно мы вводим прикорма после 6 месяцев, конечно, на первом месте стоят риски дефицита микронутриентов, это железо, это цинка, мы должны очень быстро ребенку вводить продукты прикорма, а это вызывает большую антигенную нагрузку и риск развития аллергии пищевой. Если мы поздно вводим прикормы, то задерживается формирование навыков жевания и глотания густой пищи, и мелкие комочки необходимо давать с 8-9 месяцев, и ребенок может отказываться при позднем введении прикорма от твердой пищи, и, конечно, затрудняется развитие вкусовых привычек. Какая же последовательность введения прикорма? Опять-таки возвращаемся к нашим зарубежным коллегам. Ну что они говорят? Говорят о том, что с позиции современной доказательной медицины отсутствуют убедительные данные, свидетельствующие о существенных преимуществах последовательности введения того или иного продукта и блюдоприкорма. То есть, в принципе, все равно с чего начинать. Но, с другой стороны, они говорят о том, что необходимо признаться, что лишь адекватное поступление с пищей всех необходимых пищевых веществ, включая микронутриенты, а это железо, это цинк, это йод, а также кальций. А за счет каких продуктов могут вот такие важные микронутриенты поступать? Это, конечно, за счет продуктов прикорма, обогащенных специализированных продуктов для детей. Прежде всего, это каши, это овощное пюре с дальнейшим добавлением мяса. И вот какие же у нас новые подходы к организации прикорма в Российской Федерации, и как звучат эти подходы в нашей национальной программе. Теперь у нас наша нутрициология повернулась к ребенку лицом, и мы считаем, и действительно в этом уверены, и сейчас так оно и есть, что прикорм должен быть максимально индивидуализированным. Конечно, необходимо учитывать состояние здоровья ребенка и матери. Конечно, надо учитывать его рост и развитие. Конечно, переносимость продуктов. Тоже мы не можем навязывать ребенку те продукты, которые он априори не переносит. И все эти факторы влияют и на сроки введения прикорма, и на ассортимент, и на последовательность назначения продуктов прикорма. И вот новые подходы изложены вот на данном слайде. Мы видим, что сейчас в России существует единая схема введения прикорма, как при естественном, так и при искусственном вскарне. Теперь прикорма начинаем мы вводить в более поздние сроки. Если в той схеме 99-го года, я вам говорила, что прикорм вводился с 3 месяцев, теперь мы прикорм можем вводить с 4 месяцев и должны вводить. Это безопасный возраст для введения прикорма. Ребенок его перенесет достойно. Но, опять-таки, повторяю, совсем не обязательно в эти сроки вводить прикорм именно с 4 месяцев, а вот в интервале от 4 до 6 месяцев прикорм должен обязательно назначаться ребенку. Очень важный параграф нашей программы говорит о введении мяса. Раньше мясо назначалось 6 месяцев, потому что нам трудно было дать такой важный, но трудно усвояемый, трудно перевариваемый продукт питания, как мясо. Мясо мы готовили, растирали, измельчали, и все равно оставались комочки, которые вызывали нежелательную реакцию ребенка. Теперь мы с вами имеем современные мясные консервы, которые имеют разную степень измельчения. И прикорм мясной мы можем назначать 6-месячного возраста. И как раз мясной прикорм мяса – это источник легко усвояемого гемового железа. И железо из мясного пюре усваивается на 20%, что очень важно для профилактики железодефицитных состояний. Конечно, отдаем предпочтение продуктам промышленного производства. Что касается неадаптированных кисломолочных продуктов, таких как детский кефир, биокефир, йогурт, творог, йогурт, они назначаются не ранее 8 месяцев и в объеме не более 200 мл. То есть это совершенно новое. Раньше у нас даже на грудном скарне дети могли получать до 600 мл кисломолочных неадаптированных продуктов. Что касается цельного коровья молока, то оно может использоваться только для приготовления блюд прикорма и в объеме не более 150-200 мл. Но в новой редакции национальной программы, которая должна появиться к концу этого года, использование молока будет рекомендовано не ранее одного года. И вот мы имеем с вами массу продуктов промышленного производства. И я уже говорила о том, что эти продукты не только готовят из экологически чистого сырья, и не только потому мы их любим и используем, что они имеют гарантированный состав химический, соответствуют строгим микробиологическим и гигиеническим требованиям, имеют оптимальную гарантированную степень измельчения и длительный срок хранения, а прежде всего потому, что эти продукты обогащены, как мы видим, и витаминами, и минеральными веществами, пищевыми волокнами, длинноцепочными полинонасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами, пребиотиками, синбиотиками, то есть продукты при корме промышленного производства рассматриваются как функциональные продукты питания, а функциональные продукты питания, они или улучшают состояние здоровья детей, или даже в определенной степени оказывают и лечебное воздействие. В настоящее время мы с вами можем ребенку первого года жизни составить прикорм за счет продуктов промышленного производства. У нас есть и фруктовые пюре, есть и мясные и рыбные пюре, есть у нас масса различных каш, как молочных, так и безмолочных, детское питание, есть у нас и прикормы на молочной основе, детские кефирчики, йогурты и творожки, то есть вот такие экологически чистые, безопасные, функциональные продукты есть в распоряжении врача, есть в распоряжении мамы, и они обязательно должны использоваться и превалировать в питании детей первого года жизни. И вот какая же все-таки последовательность введения продуктов прикорма мы рекомендуем, и какая последовательность имеет место быть. Мы видим, что если мы начинаем вводить прикормы с четырех месяцев, то первыми продуктами выбора являются каша, овощное пюре, в дальнейшем к пяти месяцам мы можем вводить с вами фрукты, в шесть месяцев ребенок обязательно должен получать мясное пюре, уже после шести месяцев соки, ближе к семи месяцам творожок, в семи месяцев можем давать ребенку желточек и печенье, в восемь месяцев ребенок получает рыбу и кефир. То есть вот такая приблизительная схема, которая разработана, которая должна внедряться, но эта схема, я еще раз повторяю, должна индивидуализироваться и подходить, и подстраиваться под каждого конкретного ребенка. Вот, например, какие показания к выбору первого прикорма промышленного производства могут быть? Вот у нас мы говорили, что первый прикорм или каша, или овощное пюре. Вот если ребенок имеет низкий нутритивный статус, гипотрофия, как мы еще говорим, если у него нарушен характер стула, диарея, если у него железодефицитная анемия или склонность к снижению железа, то первым прикормом может быть каша промышленного производства, потому что каша обязательно обогащается и железом, и цинком, и другими очень важными микронутриентами. И, конечно, это будет молочная каша. Если у ребенка нутритивный статус склонен к избыточному питанию, если у него нормальный стул или склонность к запорам, то вполне первым прикормом может быть овощное пюре, а в дальнейшем сразу после овощного пюре 6 месяцев вводится мясо. Вот две схемы у нас активно практикуются, закреплены, и они должны строго использоваться. А на данном рисунке, в данной таблице как раз все то, о чем я сегодня говорила, суммировано. Значит, прикормы вводим детям от 4 до 6 месяцев. Вот я уже об этом сказала. Самое главное, хочу подчеркнуть на возраст 9-12 месяцев. В этом возрасте дети должны уже получать все виды прикорма, которые им положены. А не так, как у нас с вами было ранее, что дети не получали мясо, не все дети получали фрукты, не все дети получали овощное пюре. То есть вот такая схема, она достаточно простая. Но опять-таки повторяю, сейчас мы все наши схемы, все наши подходы индивидуализируем, перекладываем для каждого конкретного ребенка. И вот то, о чем я сегодня говорила, мне было очень приятно вам об этом сообщить, что наша национальная программа одобрила, вернее, наша Государственная Дума одобрила нашу национальную программу по оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. И в рекомендациях парламентских слушателей, слушаний на тему законодательного обеспечения государственной политики в области детского лечебного профилактического питания, был отмечен тот факт, что в 2009 году была утверждена национальная программа по оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, где были пересмотрены подходы к введению прикорма и сроков его назначения. Я думаю, что это очень высокая оценка нашего труда. Ну и в заключение хочу поблагодарить вас за внимание. И, конечно, это то, о чем я вам сказала, это действительно переворот в детском питании. И вот эта новая схема, новые подходы к введению прикорма очень важны. И я хочу сказать с полной ответственностью, что они сейчас очень активно внедряются. И у нас сейчас нет практически детских учреждений, нет врачей, которые назначали бы прикорма, как это было ранее, с трех месяцев. Вот эта схема новая, она уже проверена опытом, практикой, и она обязательно должна внедряться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.